Добрый день, глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги. Позвольте также поблагодарить за предоставленную возможность представить вам клинический случай злокачественной филуидной опухоли молочной железы на фоне беременности. Пациентка получала лечение на отделении опухоли молочной железы нашего центра. Пациентка обратилась к нам в учреждение в мае 2016 года в возрасте 43 лет с жалобами на наличие образования в левой молочной железе порядка 3 см по данным обследований. При выполнении трепан-биопсии из образования выделилось достаточно большое количество геморрагического отделяемого, то есть внутри солидного образования был достаточно крупный кистозный компонент, и после аспирации кистозного компонента из оставшегося солидного была выполнена трепан-биопсия. По данным заключения трепан-биоптата, это была злокачественная филуидная опухоль, и данной пациентке, по данным обследования, никаких отдалённых изменений не было. Пациентке выполнили в июне 2016 года секторальную резекцию левой молочной железы, получили гистологическое исследование операционного материала, которое, в общем-то, соответствовало гистологическому исследованию трепан-биоптата, и звучало как злокачественная филуидная опухоль левой молочной железы 4 см в наибольшем измерении с участками костной хрящевой метаплазии и инфильтративным краем. Сразу оговорюсь, понятие инфильтративный край при злокачественной филуидной опухоли – это не позитивный край резекции в нашем понимании при раке молочной железы. Инфильтративный край – это чёткий патоморфологический критерий злокачественной филуидной опухоли. Это не означает, что были опухолевые клетки в крае резекции. Прошу на это обратить внимание. И данную пациентку мы оставили под наблюдение, подчательное. Пациентка обращается к нам в августе 2016 года повторно в учреждение с жалобами на вновь возникшую опухоль в левой молочной железе. И на тот момент у пациентки была беременность 4-5 недель. Из-за кушерско-гинекологического анамнеза пациентки в возрасте 43 лет в репродуктивном периоде находилась. До этого у него были две беременности, которые закончились выкидышами на ранних сроках. И вот обращение её повторное в августе на сроки 4-5 недель. При осмотре состояние удовлетворительное, кожные покровы без высыпания. Однако в левой молочной железе пальпируется крупное узловое образование, порядка даже до 10 сантиметров. Кожа над этим образованием гиперемирована. Выполняется снова репанбиопсия. Ещё более крупная кистозная полость, из которой порядка до 100 мл геморрагического отделяемого. И в трепанбиоптате подтверждают, что это также злокачественная филоидная опухоль. Показаний к медицинскому аборту в данной ситуации не было. Пациентке было порекомендовано выполнение повторного хирургического вмешательства в объёме уже ампутации левой молочной железы. Целесообразность выполнения хирургического вмешательства на подмышечном лимфоколлекторе большого смысла не имеет, поскольку злокачественная филоидная опухоль за счёт саркоматозного компонента дают гематогенные метастазы. И здесь нет смысла, и по данным литературы, как при саркомах, так и при злокачественных филоидных опухолях удаление подмышечных лимфоколлекторных узлов никак не сказывается на отдалённых результатах. Пациентке была выполнена в 31 августа 2016 года ампутация левой молочной железы. На тот момент срок беременности у неё 10 недель. На данных слайдах представлены макроскопические, макроскопическая картина препарата. Также здесь видна достаточно крупная полость с геморрагическим отделяемым, порядка где-то 10 сантиметров. Вот здесь разрез в день операции и дальше вырезка на следующий день после операции. Здесь, соответственно, удалены все геморрагические сгустки. Вот здесь по краю разреза макропрепарата виден сам солидный опухолевой узел. Мы получили гистологическое исследование операционного материала, которое звучало как рецидив злокачественной филоидной опухоли левой молочной железы с обширной периодоморальной гематомы. И по своему гистологическому строению опухоль имела сходное строение с первичной сравнением с июнем 2016 года. Пациентку мы далее отпускаем под наблюдение. Беременность у нее сохраняется. Повторюсь, до этого было два аборта, два выкидыша на ранних сроках. Пациентку наблюдаем. И дальше пациентка к нам обращается. Спустя опять три месяца с наличием пальпируемого уплотнения в проекции послеоперационного рубца после ампутации молочной железы. На данном слайде представлена фотография ультразвукового исследования. Не исключалась по данным ультразвука возможность инфильтрации опухолевого узла под лежащей структурой. Обсуждалось с Георгием Ивановичем Гавтоном, главным хирургом нашего учреждения, о том, что, возможно, нужно будет делать блок-резекцию, потому что у нас не было возможности, учитывая беременность, проводить рентгенологические обследования. Большому счету только на основании ультразвукового обследования мы это могли оценить и по УЗИ брюшной полости. На тот момент отдаленных изменений также не было. Пациентки выполняют… Диагноз формулируется как рецидив злокачественной филоидной опухоли. Беременность на тот момент уже при повторном обращении срок 20 недель. Беременность сохраняется. Перед нами встал выбор, что делать в этой ситуации. Принципиально здесь можно было выбрать одну из трех тактик. Первая тактика – выполнить пациентке аборт и дальше ее прооперировать. Опять же, повторюсь, медицинских показаний здесь к аборту нет. Пациентка, конечно, настаивает на сохранении беременности, потому что на таком сроке, в возрасте 43 лет, это первая ее беременность. Второй вариант, который мы могли предложить пациентке – это сохранять беременность и, соответственно, дальше на фоне беременности выполнять снова третий раз хирургическое пособие. Конечно, скажем так, анестезиологическое пособие здесь на ребенка принципиально не ухудшает, однако, конечно, не исключаются возможные риски. И третий вариант, который мы могли пациентке предложить – это сделать операцию по поводу рецидива злокачественной филоидной опухоли. На тот момент уже, пока пациентка дообследовалась, срок подошел 28 недель. И дальше, соответственно, ей выполнить кесарево сечение. Но вот срок 28 недель, пациентка обсуждалась с гинекологем. В общем-то, здесь не совсем желательный в плане потом, да, вот удачного дальнейшей жизни этого ребенка и сохранения его жизни. Поэтому мы выбрали вот тактику сохранения беременности и выполнения повторного хирургического вмешательства на фоне беременности. 5 декабря 2016 года выполняется в пациентке удаление рецидива. Гистологически это снова рецидив злокачественной филоидной опухоли молочной железы. Опухолевые клетки обнаруживаются в крае резекции. Однако интероперационно связи опухолевого узла с подлежащими костными структурами не отмечалось. Поэтому блок резекции у грудной клетки у пациентки не выполнялась. Лимфатические узлы здесь во время операции частично попали в зону хирургического вмешательства. Три лимфоузла без опухолевых изменений, что опять же подтверждает то, что, в общем-то, нет большого смысла при саркоматозных компонентах выполнять лимфодисекцию полную. И дальше первая пациентка отпускается под наблюдение. Беременность сохраняется. И дальше 1 марта 2017 года возникает подозрение клиническое на дальнейшее прогрессирование процесса. Пациентки в марте 2017 года выполняют кесаревое сечение в нижнем сегменте на сроке на тот момент 35-36 недель. Мальчик 3 кг, рост 50 см. И сразу выполняется лапаротомия и пангистроктомия. В связи с развитием осложнения кровотечения. Пациентки выполняются уже после кесаревого сечения КТ головы и грудной клетки чуть позже, в 9 марта 2017 года. По заключению объемное патологическое образование, рецидив снова уже молниеносный фактически рецидив в зоне операции, множественное очаговое образование головного мозга, лёгких, печень и вторичного характера, лимфоденопатия средостений, левая надключичная область вторичного характера, канцероматоз плевры, двусторонний гидроторокс. 10 марта 2017 года таракоцинтез. При дренировании правой плевральной полости эвакуировано более 2 литров геморрагического плеврита. Однако в циологическом исследовании опухолевых клеток не было обнаружено. Пациентка обсуждается на консервиуме 14 марта 2017 года. На тот момент она уже перешла на лечение в наш городской онкологический диспансер. Учитывая молодой возраст больной, распространённость опухолевого процесса, данные морфологического исследования, обсуждена была возможность попытки проведения палеотивной химиотерапии по схеме и по жизненным показаниям пациентки. В 14 марта 2016 года проведён был первый цикл химиотерапии по схеме и фосфамид с доксорубицином. Планировалось дальнейшее проведение химиотерапии, но, к сожалению, тяжесть состояния ухудшалась и было принято решение о том, что дальнейшую химиотерапию проводить пациентки нецелесообразно, и пациентка оставлена на симптоматическую терапию. И вот, к сожалению, с марта 2017 года пациентка два месяца прожила, и 7 мая 2017 года пациентка погибла. При этом мальчик жив, всё в порядке. Есть супруг, который воспитывает. Пациентка сама жительница Азербайджана, много родственников, поэтому, в общем-то, вот так. Ну, пожалуй, наверное, завершая своё выступление, по крайней мере, могу сказать за себя, что мне трудно представить желание более сильное, нежели желание женщины стать матерью, даже ценой собственного здоровья, и, как оказывается, ценой собственной жизни. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? А, Сергей, ну прокомментируйте, пожалуйста. Да, вот такое течение. Да, у вас, слушай, грустный случай. Вот. Что касается злокачественных филлоидных опухолей, то мы уже говорили вчера несколько слов об этом нозологическом варианте образований злокачественных молочной железы. Это действительно смешанное образование, которое имеет эпителиальный компонент, который не озлокачествляется, и имеет мезонхимальный компонент разной степени злокачественности. Если мы говорим о злокачественных филлоидных опухолях, то это бифазные опухоли с высоко злокачественным, низкодифференцированным мезонхимальным компонентом. Вообще, что отличает эти опухоли молочной железы? Эта опухоль, в общем, довольно специфична для молочной железы. Аналог её можно встретить только, опять же, в органах женского полового тракта, где бывают аденосаркомы. То есть, по факту, злокачественная филоидная опухоль – это аденосаркома. И в отличие от истинных сарком мягких тканей или чистых мезонхимальных опухолей, в том числе молочной железы, эти опухоли принципиально характеризуются действительно высоким риском местного рецидивирования и относительно низким риском дистанционного метастазирования по сравнению с истинными саркомами. И на данном примере действительно продемонстрировано, что несмотря на беременность, на фоне беременности, на фоне такого гормонального фона в организме женщины и большого количества ростовых гормонов, многие опухоли ведут себя гораздо более агрессивно. И несмотря на это, всё-таки у пациентки довольно длительное время эта опухоль именно местно рецидивировала, не давая дистанционных метастазов. И для них действительно не характерно лимфогенное метастазирование, а характерно именно гематогенное метастазирование. И тем не менее, на поздних сроках беременности всё-таки она уже потеряла эту способность к локальному росту и к локальной прогрессии, уже дала диссиминацию отдалённую. И, в общем, вероятно, исход, конечно, закономерный в такой ситуации. Сергей, можно Вам вопрос? Да. Вот насколько Ваше мнение имеет смысл, когда даётся гистологическое исследование злокачественной филуидной опухоли, и там есть мезинхимальный злокачественный компонент, и по большому счёту он может быть дифференцирован как по типу ангиосаркомы, липосаркомы, фибросаркомы. Вот Ваше мнение, имеет смысл указывать морфологу по типу какого саркоматозного компонента? Потому что, конечно, данных в литературе о том, что от злокачественного стромального компонента, от подтипов злокачественной филуидной опухоли зависит прогноз. Просто очень редкие опухоли, там единичный процент, поэтому, конечно, не изучалось. Но так мы понимаем, что, допустим, ангиосаркомы более агрессивны, чем фибросаркомы, да? Вот Ваше мнение. Вы абсолютно правы. Действительно, эта опухоль отличается тем, что у неё высокий потенциал гетерологической, так называемой, дифференцировки, и мезинхимальный компонент может иметь различные варианты мезинхимальной дифференцировки. Различных соединительных тканей. И на сегодняшний день, опять же, действительно нет данных относительно прогнозического значения этого компонента. И даже если мы будем сравнивать ангиосаркому с фибросаркомой, для филлоидных опухолей действительно нет таких данных. Но на сегодняшний день, если мы вообще, в принципе, будем сравнивать филлоидную опухоль злокачественную с другими злокачественными опухолями, склонными к гетерогенности внутриопухолева и гетерологической дифференцировки, то есть к формированию каких-то структур, несвойственных, в принципе, этой ткани, этой локализации, то общая тенденция такова, что наличие гетерологической дифференцировки ассоциировано с менее благоприятным прогнозом. То есть вот эта большая степень пластичности опухоли, реализующаяся в формировании ткани, несвойственной, в принципе, этой опухоли и несвойственной этой локализации, глобально характеризуется более агрессивным течением. Поэтому если мы говорим про молочную железу, то фиброзная ткань, жировая ткань, они более свойственны этому органу. И это саркомы, которые даже в рамках филоидной опухоли могут быть более дифференцированы. Если же мы видим high-grade саркому, не дифференцированную в структуре филоидной опухоли, либо high-grade ангиосаркому, вообще саркому высокой степени злокачественности, то есть с высоким клеточным полиморфизмом, с высокой методической активностью, с некрозами, то вот, может быть, даже это грейдинг имеет значение в данной ситуации. То есть, хотя, в общем, априори злокачественная филоидная опухоль, она злокачественная, она грейд-3. Но вот в рамках неё мы можем пытаться субградировать мезонхимальный компонент в соответствии с системами градации, принятыми для злокачественных сарком. Спасибо. Если позволите, одну небольшую реморку. Вот у нас у клиницистов, у онкологов всё ещё пока остаётся такой диагноз, как листовидная фиброденома, либо филоидная фиброденома. Мне бы хотелось акцентировать внимание на том, что по классификации ВОЗ это всё-таки две разных группы заболеваний фиброденома и филоидной опухоли, они правильно называются. В зарубежной литературе встречается филоид тумор, я не встречал филоид фиброденома. То есть, вот, скажем так, акцентирую внимание на то, что это опухоли всё-таки разные. Хотя понятно, что, допустим, при доброкачественной филоидной опухоли, в общем-то, тактика наша будет такая же, как и при фиброденоме, это, да, иссечение этой опухоли, но всё-таки вот гистологически, по крайней мере, насколько я, может быть, Анна Сергеевна поправит, давать заключение филоидной фиброденома – это не совсем корректное заключение либо листовидное фиброденома. Спасибо, это просто бальзам на моё сердце. Вот, просто с этим сталкиваюсь, я думаю, что много здесь из регионов, и такая, вот, если такое заключение видите, то можете своих морфологов тоже акцентировать внимание на это. Да, спасибо. Спасибо. Ещё раз. Действительно, филоидная фиброденома – это терминологический казус. Это неправильно. На сегодняшний день фиброденома – это отдельная нозологическая единица, которая является доброкачественной фиброэпителиальной опухолью. А доброкачественная филоидная опухоль – это другая нозологическая единица, которая имеет другие классификационные критерии и имеет более высокий риск рецидива по сравнению с фиброденомой. То есть, это другая опухоль, а она не называется фиброденомой. Классификационное название этой опухоли – доброкачественная филоидная опухоль. Даже края резекции хирургических при злокачественной филоидной опухоли более жёсткие, чем при раке. Если при раке молочной железы – это отсутствие опухолевых клеток в окрашенном крае резекции, то есть, даже расстояние в 1 мм и меньше – это абсолютно адекватное хирургическое пособие при раке молочной железы. По данным на сегодняшний день литературы, чистый хирургический край при злокачественной фиолидной опухоли – это 1 см, 10 мм. В сравнении с раком молочной железы – это очень много. Тоже информация к размышлению, что эти опухоли более даже агрессивные, более склонны к местному рецидированию, чем рак молочной железы. Спасибо. Не уходите, не уходите, на самом деле. Просто вот ещё у нас, как химиотерапевт, ещё хотел тоже сакцентировать внимание, что основным методом лечения является именно хирургический. Да, независимо от подтипа. Нет данных. Ну вот есть единичные данные. Но они никак не влияют на общую выживание совершенно. Абсолютно. Ана Сергеевна, ещё вопрос. Сейчас у нас там ещё в зале вопрос. Пока идёт микрофон, я прокомментирую, что филоидная и листовидная – это синонимы. Филоидная – это латинский термин, листовидная – это русский перевод латинского термина. Поэтому в русской транскрипции на русском языке это будет доброкачественная листовидная опухоль. Не фиброаденома. И у нас тогда сначала вопрос из зала, а потом у нас есть вопрос из интернета. Я прошу прощения, если я упустила. А была ли выполнена в моменты многочисленных рецидивов пациентки магнитная резонансная томография? И если не была выполнена, то по каким причинам? Магнитная резонансная томография брюшной полости. Насколько я помню, выполнялась в пациентке, там не было отдалённых никаких изменений. То есть ни голову, ни грудную клетку не смотрели? Нет, рентгенологические обследования были у неё. Нет, потом на фоне беременности мы не стали делать рентгенологические методы. МРТ грудной клетки, насколько помню, на каком-то из этапов упал. Маловероятно. Всё равно нужно было оперировать даже при рецидиве, который был. Второй рецидив, когда это уже в рубце был рецидив, всё равно стоял вопрос в хирургическом лечении. Потому что если не оперировать её, то по сути дела мы всё равно обрекали пациентку на прогрессирование дальнейшей гибели. Поэтому у нас ничего не оставалось, кроме как всё-таки её прооперировать в надежде, что нам удастся добиться стойкого местного контроля за заболеванием. Но, к сожалению, беременность при этом сохранилась. А так, если бы мы, допустим, не оперировали, то, может быть, и не было бы никого сейчас, ни ребёнка, ни матери. А так, в общем-то, ребёнка удалось иметь. И показаниям к МРТ, противопоказаниям, только первый триместр беременности. На втором и третьем, в принципе, МРТ можно выполнять. Да, и поэтому это да. Спасибо большое. Спасибо. У нас есть ещё вопрос из Оренбурга. К какому объёму операции на молочной железе следует прибегать изначально в случаях диагноза злокачественной листовидной опухоли, чтобы постараться избежать рецидива? Ну, вот то, о чём я уже говорил. Если хирург чётко уверен и морфолог точно даст, что чистый хирургический край 10 мм, то по всем имеющимся данным, в принципе, это можно расценить адекватным хирургическим пособием. Ну, понятно, что 10 мм, плюс мы берём ещё размер самой опухоли. Мы понимаем, чтобы это была адекватная органосохраняющая операция, это должна быть достаточно крупная молочная железа. Конечно, если это, ну, тогда можно обсуждать вполне, в принципе, вопросы ампутации молочной железы, как вариант с одномоментной реконструкцией, вполне возможно, 10 мм хирург должен быть уверен, и морфолог должен чётко этот край прописать. Если меньше 10 мм, это, в общем-то, местный рецидив в достаточно быстрые сроки может быть. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Действительно, это вот за счёт того, что опухоль... Сейчас два слова буквально, потому что она действительно имеет очень высокий потенциал к местному рецидивированию, поэтому, по большому счёту, именно хирургический контроль определяет в данной ситуации прогноз. Поэтому, конечно, нужно стараться максимально широко образование это удалить, и морфологу нужно адекватно оценить расстояние до крово-резекции. Спасибо. 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 Спасибо.